Приходил в дома к пожилым людям, представлялся сотрудником пенсионного фонда и, войдя в доверие, похищал у стариков деньги. Такова версия следствия. В деле Юрия Белова, 22 эпизода. На кадрах видно, как мужчина приходит в банкомат, чтобы снять средства с украденных у пенсионеров карточек. Злоумышленника полицейским удалось задержать. Сейчас материалы дела переданы в суд. Просил показать ему документы, квитанции. То есть, когда бабушка или дедушка доставали эту папочку заветную, он видел, что в ней, например, есть денежные средства, он брал оттуда документы, просил в это время попить водички, принести какой-то листочек бумаги, что-то записать, что-то заполнить. После чего похищал эти денежные средства и уходил. Не все деньги получают наличными, кто-то получает на карточку. Это были факты совершения и хищения именно карт. И после чего он также обманом узнавал пин-коды этих карт и снимал оттуда деньги. Всего в этом году мошенники ограбили более сотни самарских пенсионеров. Треть преступления раскрыта. Злоумышленники приходили в дома под видом соцработников, сотрудников коммунальных служб. Встречали свою жертву подъездов. Технически продвинутым пенсионерам рассылали сообщения, мол, их родственники попали в беду и чтобы им помочь требуются деньги. Изобретательности мошенникам не занимать. Как правило, они пользуются наивностью пенсионеров. Своих жертв в основном они встречают на улицах. Иногда представляются даже гадалками, обещая снять порчу. А порой приходят к пенсионерам с продуктами, якобы от родственников, и просят расплатиться на месте. По словам полицейских, раскрыть такие преступления особенно сложно. Обычно потерпевшие не могут четко описать своего обидчика. А порой в силу здоровья даже его разглядеть. И в полицию они обращаются далеко не сразу. Усложняют полицейским задачу и так называемые гастролеры. Люди, которые приезжают в регион специально, чтобы совершить преступление. Люди себя ведут корректно, доброжелательно. Этим подкупают пожилых граждан, поэтому им и доверяются. А это другая каста, так скажем, которая именно психологией своей, умением предрасположить человека к себе, совершает данное преступление. О том, что за видимой доброжелательностью могут скрываться коварные намерения, как выяснилось, многие пенсионеры знают и стараются вести себя осторожно. Я же спрашиваю, кто ко мне звонит в дверь и все. Ни на какие уловки я не поддаюсь. То, что предлагают дешевые товары. Надо ухо держать в остро. Не верят всем этим. Продают всякие, как вам сказать, болезни там всякие, ерунду какую-то. Сплошь и рядом миллионы зарабатывают. Все на пенсионерах. Не доверять никому. Если что-то надо, мне кажется, должны или телефон сообщить, или письмо присылать. Так, да? Вот. А если пришли, значит, уже какие-то намерения у них плохие. Полицейские предупреждают. Сотрудники коммунальных служб обычно о своем визите сообщают заранее, как минимум объявлениями в подъезде. Если в дверь постучались незнакомцы, лучше не оставаться с ними наедине, а пригласить соседей или позвонить родственникам. Также можно обратиться в дежурную часть полиции, чтобы по адресу направили ближайший наряд. Алина Чемерис, Василий Кладашов, События.